Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Отец, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за это чудо спасения. Благодарю Тебя за все. Благодарю за эту благодать. Благодарю Тебя. И сегодня этим вечером, да, совершая причастие Евхаристию, с благодарностью Тебе. Ведь ранами Сына Твоего, Агнца Твоего, я исцелен. Мы исцелены. Мы прощены. Мы прощены. Как же нам жить в непрощении? Мы прощены. Как же нам жить во грехе? Мы исцелены. Как же нам жить в болезнях, в немощах? Мы обогащены. Как же нам жить, сводя еле-еле концы с концами? От зарплаты до зарплаты. Сверхъестественная. Пусть Твоя сверхъестественная, с настоящего естества Твоего жизнь, она придет в наши судьбы, в наши жизни. Молю Тебя за себя сейчас просто, за перестройку мышления, переформатирование всего. Значит, просто, действительно, пусть, действительно, это просто форматируется все. Просто это пусть, как это называется еще? Короче, пусть все полностью изменится в сознании. Полностью. Вся ненужная информация просто-просто уйдет во имя Иисуса. Весь мусор пусть уйдет во имя Иисуса. Слово Твое, это как антивирусная программа такая, запущенная. Две тысячи лет назад. Но далеко не каждый компьютер такой, как говорится, да, принимает Твой антивирус. Но те, кто принимают, блаженны они. Действительно, мы счастливы. И пусть эта работа Твоего Духа Святого совершится в нас полностью. В совершенстве, в совершенстве. Отец, я благодарю Тебя за то, что действительно я прощен, я исцелен, обогащен, благоставлен всеми благоставениями Твоими. Да, в более реальной реальности Твоей. Да, в настоящем мире. И в этом мире, Господь, как верующий человек, я просто хочу, чтобы действительно из Твоей реальности в нашу реальность это приходило. Это пришло и сейчас прямо. Да. Не завтра. Ольга о москитных сетках, да. Хороший пример, да, тоже. Слава Богу. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо за все. Благодарю Тебя за милость, за благодать Твою. Благодарю Тебя... Ну, а те комарики, которые все-таки пролетели, даже через сетку, их ждет здесь другой сюрприз. Такая штука, которая их просто вырубает. Дух Святой в нас, верующих. От этого Духа Святого просто они все там просто помирают все там. Ой, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя. И действительно, налетело много всякой мошкары. В башке порой столько всякого мусора. В сердце столько всякого мусора. Господи, помилуй. Пусть Твоим Духом Святым, Фимиамом, Духа Святого Твоего, просто поздыхают все эти мысли дурные. Те, что налетели уже. И пусть сетки всякие эти москитные, о которых Оля напоминает сейчас, пусть они будут восстановлены. Да, потому что, да, у нас тоже там в Туле москитные сетки, но уже старые там. И там порой такие дырки есть, что комары уже с разбега залетают уже. Не то, что там стараются протиснуться, только самым худощавым и самым злым удается протиснуться. Нет, даже такие, вполне такие уже упитанные комарики с разбега прям пролетают сквозь эти дырки. Вот, надо москитные сетки менять, время-то времени, да, ремонтировать там. Да, смотреть надо за домом. Ой, вот так же, да, порой вроде есть москитная сетка такая на сердцах наших, на глазах наших, да, Слова Божьего. Но порой там такие дырищи. Ой-ой-ой, она вроде есть и вроде и нет ее, вот этой сетки. Очень часто, если честно, ох, как священник говорит, очень часто, очень часто, это почти всегда, даже больше того. Вот. Вот, вчера муж убрал на время, запустил мух, не давали спать, намучились. А, вот вы, вот, через страдания, да, да, плоть порой учится таким откровением, таким, принимает откровение. Да, действительно, да, порой мы через вот страдающей плотью, да, мы, значит, перестаем грешить. То есть мы, действительно, да, мы через всякие такие происшествия даже такие, казалось бы, небольшие, да, но это мучения на самом деле, слушайте. Вот, значит, и чему-то учимся доброму, да, перестаем грешить, то есть мы учимся доброму. Хорошие примеры, очень хорошие. Да, спасибо тебе, Господь, за все, спасибо. И пусть действительно фимиам поднимается в благоухани молитв святых твоих, да, к престолу славы. И этот фимиам и для нас самих благо. И тебе радость, и нам сладость, и ангелам радость. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господь, тебе за все, спасибо. Ранами его мы исцелились, духовно, морально, да, материально, физически, аллилуйя, Лидия пишет. Да, аминь, аминь, да. Это так, это правда, это на самом деле. Все остальное, это так, полуправда. Знаете, если человек, вот, даже, вот, причастие, вот, это как раз очень хороший повод всегда об этом мыслить. Недостойно причащаться Господа, недостойно тела и крови Иисуса. Обмыслить о том, что якобы Бог простил меня лишь частично. Лишь то, что было до уверования. Или, допустим, то, что я успел там исповедовать, назвать своими словами. Высказать это, да, духовнику, там, священнику, ксенцу, там, пастору, кому угодно. Вот, или пред Богом вспомнить это и отречься от этого. Вот, это недостойно Господа. Недостойно Его крови святой. Такой человек причащается себе все равно в осуждение. Рано или поздно у него будет опять осуждение, опять. А потому что память такая вещь, да. То, что было и прошло, помню, да, помню. Помню, как в той песне поется. То, что было и прошло, помню. Что-то, а, что-то с памятью моей стало, да. Вот, и вот то же самое, да. И такие, да, злопамятные христиане, да, свое зло помнят. О себе даже зло помнят. Значит, стараются записывать там все это, да, дневники ведут там все. Нет, это как бы самокопание, да, с точки зрения психологии это и помогает. Но в реальной духовной жизни это, я не знаю. Я все больше и больше убеждаюсь, что это только лишь вредит, честно говоря. Все больше и больше убеждаюсь. То есть, действительно, а что с точки зрения духовной действительно помогает нам? Я на своем примере это вижу, на своей жизни просто. Мне помогает одно. Осознание, что да, Бог простил меня всего полностью. И принимает всю правду Божью, не частично Евангелие, не фрагментально Евангелие, а полно. Беря все Евангелие. А когда я беру все Евангелие, то я понимаю, что я прощен полностью. То, что было, есть, будет полностью для меня чудно, конечно, до живущего во временном измерении. Да, у меня есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Но осознание, что я, хотя живу во времени, и я как бы являюсь на сегодняшний день, как и вы тоже, дамы и господа, братья и сестры, заложником времени. Да, неизбежно я живу во времени, во временном измерении там. Вот, есть начало программы, есть конец программы, допустим, даже эфира. Час сорок шесть, ничего себе, почти два часа. Вот это да. Ну ладно. Хорошо, что вы дослушали, братья и сестры. Вот, значит, да, самые терпеливые получат награду. Вот, сто процентов. Потому что Божий Дух, я больше чем уверен, Он приготовил что-то потрясающее под конец. Вот, и потому что я просто ощущаю это физически даже, даже физически, не духовно даже, а даже физически, мое тело даже ощущает. Вот, то, что было в начале программы, и что сейчас, это просто, просто он все больше и больше проявляется, является. Я не знаю, что вы ощущаете сейчас, значит, но я просто, вот, ну, вот в украинском выражении есть такое, ашпре, значит, меня прям аж распирает. Вот я это в воскресенье на собрании, когда молили за кифу, у меня такое вот переживание было, как будто бы, как назвать это даже, знаете, вот трескается, вот как, как будто кожа, да, она трескается, и вот идет, как сказать. Хо, ах, ну, допустим, даже фрукт какой-то, да, трескается, и там уже мякоть это, и она, только эта мякоть, она была светлая, вот там, где кожа как бы трескалась, да, там были такие полоски света, то есть, где трескается, вот, например, рука вырастает, да, а кожа та же остается, и поэтому кожа не выдерживает, и начнет трескаться. То есть, ну, я это не чувствовал физически, как вот больно, но это видение было не физическими глазами, а духовными глазами, но это настолько на молитву приставилось сильно, само собой притом. Я же специально себе не выдумывал ничего, не накручивал вообще, оно мне надо, конечно нет, зачем это мне все желаемое задействительное выдавать. Если любовь дает, то он дает, если нет, то не дает, значит, как бы здесь насильно имел не будешь вообще, вот, и любовь, она не терпит насилия никакого абсолютно, а молитва, общение с Богом, это любовь, друзья, это любовь, никак иначе. Это сто процентов, сейчас я подключу, тут все же пишется, что батарейка уже даже не выдержит, уже все уже скоро погаснет. А, все, вот, хорошо, все, можно дальше продолжать еще трансляцию, да, слава Богу, друзья. И вот их, кожа трескается как будто бы, да, фрагментами, фрагментами, фрагментами. Дух Святой всегда приходит неожиданно, да, аминь, аминь, да, да. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, аллилуйя, она просто дых, она просто приходит, Дух Святой просто приходит. Дух Святой, у нас это, одним словом, в оригинальном еврейском тексте это женского рода. Аллилуйя. Так что да, христиане это самый влюбчивый народ. Ой-ой-ой, спасибо, Господь, спасибо тебе за все, спасибо. И свет, там где кожа разорвалась, там свет просто, как будто больше меня стало, больше стало. Кифа, я потом уже сказал, спасибо тебе, Отец, спасибо, благодарю тебя за все, благодарю тебя за милость, за благодать твою, благодарю. Слава тебе за все. Слава, слава, слава. Слава тебе. Слава, слава тебе. Слава тебе, святой, слава. И достойно причащаться Господа, Божеского естества, даже дело не только в хлебопреломлении, даже и не сколько в хлебопреломлении, сколько действительно вот в причастии Божеского естества самого. Не достойно причащаться Божеского естества мысля, что Бог простил лишь меня фрагментально, как-то частично. А частично не простил. Бред все это. Бог простил всего тебя полностью. Бог простил всех. Даже тех, кто о нем ничего еще не слышал, даже о Боге вообще. Об Иисусе Христе ничего не слышал. Таких на земле еще полны-полно, друзья. Полны-полно таких людей. Бог и их простил, всех простил вообще. Весь мир простил. Бог во Христе примирил с собой весь мир вообще, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Да, конечно, да, многие проповедники берут там фрагменты из Писания, что вот Бог там судья, Бог судит, значит, да, значит, и все. И из Библии можно много что взять. В Библии такие противоречия вообще в Библии, что любой даже садист-маньяк, он возьмет себе оправдание из Библии. И при том возьмет много цитат довольно, при том хорошие такие цитаты. Какой-нибудь тиран, политик, душегуб возьмет себе тоже кучу оправдания тоже из Библии. Любой человек, в принципе, в Библии она чему интересна, как книга, да. В принципе, любой абсолютно человек на земле, он найдет в себе оправдание и объяснение, не просто оправдание, даже объяснение, при том даже вполне религиозное. Я не говорю про лицемеров, я вообще говорю про искренних даже людей. Из Библии инквизиторы, допустим, брали искренне места Писания, вот, о убийстве, да, нечестивцев, вот, неверных. Вот, значит, и искренне исполняли это, пытая людей, придумывая такие пытки, чтобы они были без пролития крови, допустим, или с минимальным пролитием крови. Вот, значит, и придумывая пытки, чтобы человек больше страдал, специально растягивая, вот, как бы, страдания. Нет, для чего, казалось бы, для чего инквизиторы, монахи придумывали такие приспособления, чтобы человек, он долго не умирал, но больше мучился. Почему? Потому что они искренне верили, что человек страданиями своими, да, грешник этот, своими страданиями будет искуплять свои грехи сейчас. И здесь, допустим, час, два, три, там, помучившись, он в вечности будет, там, ну, пару тысячелетий будет свободен от этих мучений. То есть, они, как бы, из сострадания, как бы, даже из милосердия грешнику, они мучили их, этих грешников. Они мучили людей, которые читают Библию, допустим, Слово Божие, несмотря на запреты. Еретиков мучили специально, значит, да, из гуманных соображений своих религиозных. И они искренне верили, не надо думать, что все там были, там, такие нечестивцы, вот, как бы, значит, лицемеры. Нет, многие из них не были лицемерами, они на самом деле искренние были. Фоматор Квимада, который, собственно, ручно, там, порядка десяти тысяч человек замучил, вот, значит, на костре сжег или замучил в подвалах инквизиции рекордсмен тогдашнего НКВД, будем так говорить, да, гестапо. Значит, инквизиторского. Этот монах, он был, да, рекордсменом по казням, но он тоже, он был искренне религиозным человеком. О нем пишут, что он там мог всю ночь провести в молитве, просто на коленях стоя, при том, не просто на коленях, а там, как бы, на камнях, там, на горохе, там, короче, делая свое, в постах, в молитвах, много времени проводил. Ну, то есть, был очень набожным человеком, очень религиозным был человеком, очень верующим был человеком, на самом деле, Фоматор Квимада. Вот, настолько, что его при жизни святым считали многие, вот, и церковь считала его святым. Но этот Фоматор Квимада больше 10 тысяч человек спалил на кострах и замучил в подвалах инквизиции. А у нас там Иван Грозный тот же самый, мог всю ночь там быть в богомолье, значит, в молитве, значит, а наутро идти вырезать целое село, целые даже города уничтожать. Полностью женщин, стариков, детей под нож пускать. Вот, и, понимаете, значит, или там у него были такие хоромы, столбники Дмитрий. А, да, столбники, вот, например, тоже, да, на столбе жить, значит, какая там корысть, выгода, вообще никакой. И люди искренне верили, что на самом деле, да, вот они своими, вот этими стояниями, своими стояниями, они, вот, искупляют свои грехи. Они, вот, на столбах стояли, да, Дмитрий, да, я про это и говорю как раз, да. Вот они верили, да, но у нас обычно не на столбах, у нас обычно здесь вот на Руси, да, обычно селились в дуплах деревьев, где-то на ветвях деревьев больших, вот, селились, то есть на кронах. Вот, значит, там был случай даже, когда одного годами стояли, да, годами, многими годами при том. Вот, и там был случай, в житиях святых описывается, когда один князь там на охоту, ну, еще Киевская Русь была, еще здесь леса были дремучие. И, короче, на охоту выехал там с ребятами, взял хлопцев и поехали они там дичи пострелять. Вот, значит, и скачут они, скачут и видят вдруг на дереве ни зверь, ни птица с когтями волосатая сидит такое, ну, типа, соловья разбойника что-то, короче, что-то такое сидит такое непонятное. Ну, а погорячился князь, вместо того, чтобы выяснить, кто это, что это такое, там, чудо-юдо. Короче, он вначале стрелял, а потом только лишь спрашивал. Да. Короче, он выстрелил, ну, метко, да, стрелял, сразу насмерть поразил это чудо-юдо. А когда они подскакали к месту, к этому дереву, они увидели, что, оказывается, это божий человек. Но они сделали вывод, что божий человек. Почему? Потому что он был, да, весь волосатый, когтястый, потому что он ногтей не стрик, там, десятилетиями, получается, значит, на ногах, на руках у него были когти просто буквально. И он жил на дереве, там, в дупле, в этом. Вот, он был весь волосатый, в таких уже остатки одежды на нем только лишь были какие-то определенные лохмоти, короче, бомж. И, значит, и весь в крестах был он, и в иконах, там, значит, короче, и они поняли, что он там был богомолец, он был столпник, получается, и святой божий человек, получается, да. И, ну, а хлопцы эти, что были возле князя, они сказали, ну, князь, ну, это очень дурной знак, видимо, короче, капут тебе. Ты убил святого человека. Ой, короче, князь, ну. И что сделать? Вот, конечно, он за советом, конечно, к церкви обратился, что делать теперь ему, чтобы народ свой, на свою семью проклятие не навлечь. Вот, ну, и церковники тут же, конечно, да, религиозники тут же, давай, подсчитывать уже барыши, они, короче, сказали, так, во-первых, князь, берешь много золота, серебра, у тебя же много, казна большая. Ну, как бы бог не обидел, давай, сюда, короче, золото, серебро, мы сделаем из золота, серебра для этого человека раку, ну, гробницу такую, не хуже, чем у того черного, которого похоронили в Америке, прям, в золотом гробу, прям, короче, тоже, бандюга на того, помните, наркомана, вот еще недавно буквально совсем. А здесь этого бомжа похоронили волосатого, когтястого, хотя никто не знал даже, кто он такой, так и не нашли, никаких концов не нашли, но монахи там молились, и им, как бы, было такое, как бы, да, что озарение, что это такое-то, такое-то, это какое-то, то есть целое житие придумали для этого святого, вот, значит, якобы он там стал являться во снах, там, значит, наяву, там, и, короче, рассказывать о своем житии и бытии, что так и так, вот, князь вот меня-то убил ни за что, я просто вышел там, как говорится, свежей травки пощипать, значит, да, а меня вот взяли и убили. Короче, там потом построили храм на том месте, а потом целый монастырь построили, с монахами, там, значит, с кельями, все, со стенами, там, все, с башнями, там, с храмами, вот такая история, вот, и если, и здесь, в Киеве полно тоже таких примеров было, в пещерах жили люди, зачем? Они, как бы, искупляли свои грехи, страданиями своими, и плюс еще грехи своих семей искупляли. На самом деле, ранами Христа мы уже исцелены, на самом деле, прощение уже всем дано, абсолютно всем. Если бы тем столбникам, тем вот монахам-пещерникам, если бы просто объяснил бы кто-то, что Иисус Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Братья, вам не нужно страдать уже, вы уже исцелены, уже исцелены, но принять это, проще идти, для человека невозрожденного вообще-то, как бы, естественно считается, вот, пострадать, да, за себя, за свои грехи, вот, значит, искупить свою вину, там, кровью, мыть, все, значит, там, на самом деле, уже мы, а мы ты кровью. На самом деле, уже кровь пролела за нас, Иисуса, Господа нашего Спасителя. Спасибо тебе, Господь, за все, спасибо, и принимаем достойное причастие, рассуждая о теле крови Иисуса, как о величайшей жертве, что действительно я спасен, прощен, кровью Христа, омыт, полностью омыт. Спасибо. Закапывали себя в землю, насилили в риге, да, у меня в лекциях по истории христианства, в семинарах, там, полно таких примеров, это просто я привел, там, один из, там, сотен примеров этих. Ой, да, религия. Сейчас, конечно, да, в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, сейчас уже редко где-то, может, встретишь таких, особенно набожных таких, да, религиозных людей, которые, все-таки интернет, информатика, которые там себя закапывают, или которые там себя, значит, калечат таким образом. Вот, самоубийство совершают такое медленное, они называют это самоумерщвление плоти. Вот, и ужасно, конечно, дух самоубийства, дух монашества, ужасный дух этот, нечистый, бесовский. И, значит, и, представьте, хотя и в наш век находятся такие товарищи, но у нас в христианстве это уже стало редкостью большой, большой редкостью, слава Богу, что в православии, допустим, я встречал подобное, но очень редко вообще. Никак в средние века, там, читаешь, там, в каждом поколении было столько много всего этого, ужас. Сейчас тоже встречаются такие товарищи, конечно, да, вот, которые не моются, вот, свою плоть таким образом распинают, как они читают, да. Вот, и, значит, и живут в кельях, есть такие товарищи, которые в пещерах живут сегодня, даже в наш век, как говорится, да. В католическом мире тоже свой дурдом есть, там, в чем-то они даже переплюнули нас православных, честно говоря. Вот, что касается дури, у них даже еще больше этой дури, чем у нас даже. Там, значит, кто видел по телевидению с Филиппин эти католические, эти вот верующие, что делают там на Пасху, это ужасно. Я там смотрел эти видео, это просто бред полный вообще, просто вот дебилизм какой-то происходил. В наши дни, на 21 век уже, представьте, люди распинают себя буквально, ну, в прямом смысле слова. По их же просьбе, их там родственники, друзья, тоже такие добрые католики, набожные, религиозные, такие очень люди фанатичные. Там у них там все, там и Мадонна стоит, там и распятие, и все, значит, да. И они этого человека, по его же просьбе, они, ну, слегка там не так сильно, но хлещут тоже его плеткой. Венец ему одевают тоже, не такой, конечно, как я представляю, вот был на Иисусе, но тоже имитация такого венца. Вот, чтобы от дурных мыслей, как бы, избавиться, он читает, и как бы от грехов его хлещут плетками, там, вот, значит, ну, не как, конечно, даже у Мэла Гибсона, там, в страстях Христовых, но тоже очень интересно. Ну, там, да, там ужасные вещи. Там, значит, короче, а потом его прямо гвоздями прибивают к такому кресту большому и поднимают крест, водружают крест. И молитвы читаются, и потом тут же крест ложат, тут же вытягивают гвозди, ему оказывают первую медицинскую помощь, тут же дежурит карета скорой помощи, вот, его срочно перевязывают, все, значит, его обрабатывают, его раны, вот, и в госпиталь доставляют его лечение, там уже все оплачено уже. Короче, его лечат, потом какое-то время он инвалидом там становится, потому что там он не может работать руками, ногами, все у него было прибито гвоздями, руки у них кровоточат сами. Нет, нет, которые сами кровоточат, это совсем другое, это, как называется, стигматики, стигматы, стигматы. Непонятно, почему у них Божья Мать стоит выше Христа, что они Святая Мария. Ну, да, это все дух заблуждения, конечно, да. И, ну, опять-таки, по-человечески, да, мама, мама есть мама, мама как бы, еврейская мама, манипулятор такой в понимании, вот, большинства людей, значит, да, вот, и... Ну, поэтому, даже если Иисус не захочет тебя спасти, но если мама скажет слово, то сыну же, ну, куда деваться, он вынужден тебя спасти будет, потому что мама уже сказала все. Поэтому, да, обычно мама, она выше всегда в понимании католическом, да и православном тоже, в принципе, понимании. Вот. Иисус, он выше, как бы, догматично, но практически он ниже. На практике он страшно далекий от народа. Вот мама, она уже, да, она своя, она родная, мамочка. Вот она вот, она поможет, спасет. Вот это развращенное понимание, это такой разврат, это блуд. В Библии не даром многобожие сравнивается с супружеской неверностью, сравнивается с блудом, плотским блудом. Поэтому это духовный блуд, вот, поэтому говорят, что такое духовный блуд, спрашивали меня тоже. Некоторые говорят, что это, представьте, некоторые считают, многие даже считают, что это, как бы, означает ходить в гости в другие церкви, в разные собрания посещать. Якобы духовный блуд, ерунда все это вообще на постном масле. Никакой это не блуд вообще, это даже не поблуживание вообще, это просто блуждание какое-то. Вот, значит, а блуд духовный, это когда человеку молится кому-то еще помимо Господа. Вот это духовный блуд, сто процентов. Это духовное прелюбодеяние, духовный блуд. Многобожие называется духовным блудом в Библии. И, да, вот такие дела, друзья. Господь поможет им. А, кстати, интересно, там на этих Филиппинах брали интервью у кардинала местного, там, этого, или архиепископа католического. Он сказал, что как церковь мы не разделяем этого верования, но и не осуждаем, потому что это местные обычаи, это, вот, как бы, местные католики, вот, верят они в это. И там брали интервью еще одного дядьки, который, по-моему, три раза был распят уже на кресте. За все годы своей жизни он три раза висел на кресте. Представьте себе, его спасали каждый раз медицинские работники, и каждый раз он в госпитале проходил лечение, восстановление. Спрашивали, почему, вот он не один раз, а несколько раз. И он говорил, что первый раз он был с его согласия, он распинался за свои грехи, потому что очень нагрешил, как бы, он считал, что он очень грешный, как бы. Ну, понятно. А второй раз почему пошли? А вот ему внушили мысль такую религиозную в храм, в костере, что вот его родня, они тоже грешили напропалую, не хуже него, а может, даже и почище его. И он считал, что они находятся в аду, муче-мучаются. А помним мать Терезу Калькутскую, да, да. Вот, ну, слава Богу, она не распиналась-то. Вот, значит, и интересно, что он умер, не умер, а, извиняюсь, был распят, не до смерти, конечно. Был распят второй раз за грехи своей родни умершей. А когда третий раз пошел на крест, зачем? А чтобы искупить сейчас живущих родственников своих, чтобы вот те, кто... А у него там родня, я так понимаю, они, как бы, грешат еще. То есть они, как бы, ну, в костел не ходят или редко ходят. Вот, и чтобы спасти их, как бы, свою родню, свое семейство большое, он пошел третий раз на крест. Представьте себе, три раза висел на кресте за свои грехи, за грехи умерших и за грехи живых. И этому человеку два уха. Никто не сказал ни в одно из это, из его ух, ушей этих, что Христос Иисус взял на себя его грехи, грехи умерших его родственников и грехи всех живущих. Никто не сказал ему об этом. Знаете, когда в 91-м году я стал священником в РПЦ МП, в традиционном православии, Московского полиархата, я с 87-го года стал служить в храме православном, читать, петь на клиросе, помогал священнику. А в начале 88-го уже постоянно уже помогал, уже, да, уже служил уже там в храме. И уже в 91-м стал священником, когда я приехал на один из приходов, где я читал, пел на клиросе. И там была одна бабушка, которая всю жизнь, она была в храме. То есть не просто, там было несколько бабушек таких, которые, ну знаете, при храмах многих есть такие бабушки, которые, они постоянно при храме, постоянно, каждый день или каждый там выходной, не знаю. Так вот, эта бабушка, она была вообще там самая знаменитая в Солошногорске, в этом Московской области. Короче, эта бабушка, она замуж так не выходила, как говорится, в девках засиделась лет до 90. Вот, значит, и замуж она так не вышла. И она еще девчонка, еще совсем еще, лет 13 что ли ей было, еще до революции, короче, еще до 17-го года. Она, бабушка старинная такая была, в 91-м году ей было, не помню сколько, ну как бы не столько же, не 91, может даже и больше еще даже. Там было несколько бабушек просто, я не помню, это та или не та, но одна из этих бабушек была еще конца 19-го века, получается. Распинали в Мексике, ну да, в Мексике тоже я слышал такое, читал где-то, но видео я не видел просто, а видео я посмотрел, как раз мне прислали ссылки с Филиппин. Вот такая же ерунда, вообще, это просто бред вообще, сивы кобылы, бред просто. И это называется христианством, представьте себе, это называется христианством. Хай бог мы вы, от такого христианства подальше держаться вообще. Ху, христианство без Христа, кстати, оно очень популярное. Христианство без Христа, оно как-то милее человеческому сердцу, проще понять его. Как религия христианство даже довольно-таки. Вот, вот так вот, друзья. Ну, и вот, вспоминаю тоже, да, ту бабушку. Могу ошибиться, но, по-моему, она как раз была вот даже еще с конца 19-го века. Получается, в 91-м году ей было там 90, там, может, 3-4 года. Просто там было несколько бабушек, и одна из них вот это вот как раз была та старинная бабушка. Короче, я к чему это рассказываю, что она вот лет с 19-ти, с 13-ти лет, то есть, получается, еще до революции 17-го года, она стала уже прихожанкой этого, не просто прихожанкой, а служителем этого храма. Она стала петь, читать на клиросе, значит, певчей была, и потом она всю жизнь провела в этом храме. Всю жизнь. Храм так и не закрывался этот. Один из немногих в Московской области, один из немногих храмов, который не закрывался все это время, все советское время. И эта бабушка умудрилась там сохраниться. Ну, она такая, знаете, такая безобидная совсем бабушка, никуда не лезла вообще, только вот крестилась, молилась, она все время там с оконочкой, все время крестилась. Сколько я помню, она все время крестилась, значит, все время там... Но я, правда, уже застал ее, когда в конце 80-х она уже была так плохо видела, как бы... Нет, хотя нет, видела она хорошо, как раз. Она просто... А, почему ее поставили туда? Она... Голос у нее стал меняться, она как бы уже старческий голос уже, и она уже пищала, уже, ну, уже не могла петь нормально. Поэтому ее вирусы уже попросили, и она уже там уже при храме-то подсвечники протирала, там она вот свечки переставляла, там. Ну, короче, где-то пол протереть, то есть, ну, так вот, икону протереть, там, значит, стеклышко протереть, то есть, подмести что-нибудь венечком. То есть, вот такая работа разнорабочий в храме. А когда-то, мне рассказывали, когда-то, еще по молодости, она была очень хорошим голосом, очень хорошим голосом обладала и пела очень хорошо в храме. Но я так не заставал уже. Так я к чему рассказываю? И представьте, в 91-м году, в конец 91-го года, я приезжаю в Солнечногорск туда, вот, к отцу Иоанну, еще жив тогда был отец Иоанн Паташинский, вот, значит, матушка его, Вася, уже сейчас священником. Тогда он просто Васька был, бегала, значит, там, короче, значит, и все поздравляют меня, что, вот, значит, да, что уже священник, уже все, прихожане подходят, просят благословения, я благоставляю все. И мне рассказывают, ну, потом пообщались, вспоминали былые дни, и вот, и мне эти женщины рассказывают, местные бабушки эти, а вы знали вот ту, и такую-такую-то бабушку, помните? Я говорю, конечно, помню, но я, первая мысль, наверное, ну, как говорится, приставилась, потому что уже старенькая уже достаточно, ну, наверное, уже все, как говорится, царство небесное. Оказывается, нет, живая, здоровая, бегает там по Солнечногорску, а они мне жалуются на нее, говорят, представьте себе, в секту пошла, в секцию какую-то пошла, в секцию, что на секции? Бахтисты какие-то там, короче, что-то такое, там, понаговорили, какая-то сектантка стала. Как? Эта женщина, которая всю жизнь пела, читала в храме, если в какой-то год она пропустила, там, значит, там, день-два, это была уже сенсация, она всю жизнь была при храме, она батюша кормила, этого отца она тоже кормила, она еще там на кухне что-то варила, там, готовила все время, вот, то есть, разнорабочное послушание, то есть, она, ну, такая активная бабушка, вот, везде, то есть, она не, вот, просто простаивать, это не для нее, она всегда что-то делала вообще, всегда чем-то занималась, вот, наши руки не для скуки, как говорится, да, она вот такая была, и они мне говорят, бабушки эти, что она теперь вот по городу ходит, да, проповедует секту свою, вот это, да, короче, думаю, думаю, про кого, про кого, про нее бы, я бы никогда в жизни подумал бы, думаю, ну, надо же, думаю, точно, враг, думаю, ищет кого поглотить, вот, рыкающий этот ходит, видимо, поглотил ту женщину, думаю, ту бабушку поглотил, надо же, она всю жизнь, вот, вот, храму посвятила себя, православная такая, до мозга костей, и она стала какой-то там баптисткой, или кем-то еще стала, короче, думаю, бред, думаю, бред, не может быть, думаю, я внутри еще сомневался, думаю, может, что-то, ну, может, злые зайки, может, она просто перестала ходить, думаю, не знаю, короче, ну, где-то там с кем-то видели ее, может, там, с кем-то из сектантов, короче, и я там потом на подсолнечную поехал, на станцию, там как раз автобусы на Москву оттуда отправляются, и жду автобус, и представляете, автобусная станция, там ЖД-станция и автобусная станция рядом, и на этой автобусной станции стою я, и смотрю, идет бабушка эта, Божий Эдуванчик, она самая, идет, она меня сразу узнала, подходит, и я вижу, у нее Библия в руках, Библия в руках, ой-ой-ой, у меня аж все оборвалось, значит, думаю, это не злые языки, говорят, это не злые языки, на самом деле, правда, думаю, все это правда, потому что наши люди с Библиями не ходят, думаю, да, точно, думаю, это влипло, бабушка так влипло, думаю, и она-то радостная такая, вся такая, вообще радостная, улыбчивая такая, видит, я в рясе, с крестом на груди, батюшка, батюшка, отец Сергий, она радостная, я себя не видел со стороны, но, видимо, у меня на лице было написано, что я, ну, короче, презрительно на нее смотрю, ну, это минимум презрительно, короче, как Ленин на буржуазию, я на нее смотрел, испепляюще, думаю, точно, сектантка, продалась бабушка, седина, ну, не в бороду, но, короче, бес в ребро, точно ей, точно ей, ой-ой-ой, и она мне, давай рассказывать, нет, она не об Иисусе, она не евангелизировала меня, нет, она кое-что рассказала мне, она, ну, видит, она видит, что у меня на лице написано там, а я, видимо, там, на нее смотрел, на самом деле, очень нехорошо, так некрасиво, вот сейчас вспоминаю, и ладно, и она мне сказала примерно следующее, вот, я что, запомнил фразу такую, такую мысль такую сказала мне, что, батюшка, как бы, не спешите меня, как бы, судить, что ли, или не осуждайте меня, как-то так она сказала, а потом говорит, я, говорит, всю жизнь в храме, вы же знаете, вот, я же всю жизнь в храме, всю жизнь на клиросе, всю жизнь в храме, каждый божий день, всю жизнь, самого девичества, самого, ну, еще, ну, девочка еще маленькая совсем, вот, как пришла в храм, так в этом храме всю жизнь прошла, и я, говорит, знала десятки священников, знала десятки священников, кормила священников, заботилась о них, служила в храме, епископов кормила, вот, даже этого архиепископа, этого митрополита, а, митрополита она кормила даже одно время, там у них еще в 60-е годы или 70-е годы проживал там старенький вот митрополит какой-то, короче, она кормила, вот, заботилась, значит, да, то есть общалась, с утра до вечера общалась с этими священнослужителями, и она сказала мне, батюшка, ну, почему, говорит, никто из них, вот, когда я знал десятки священнослужителей, старцев, все прочее, почему никто из них мне не рассказал, кто такой Иисус Христос и что Он для меня сделал, для меня именно сделал, ой-ой-ой, мы больше с этой бабушкой не виделись, как раз автобус к нам подошел, я простился, все, перекрестил ее, короче, сам перекрестился, и в автобус и поехал, думаю, надо же, как мозги промыли бабушки, думаю, с Библии ходит, к людям пристает, проповедует, ей рассказали об Иисусе Христе, мол, а что, она раньше не слышала, что об Иисусе Христе, думаю, я возмущался, прям, думаю, я не помню, сказал ли я это, нет, я уже в автобус просто поспешил, уже как раз в автобус, там следующий надо будет еще полчаса или еще к нам ждать еще, короче, значит, и в автобус сел, уехал, а сам все возмущался до самой Москвы, думаю, вот, в Рязань ехал к себе на приход, думаю, надо же, вот, неужели она раньше не слышала об Иисусе Христе, бред, думаю, какой-то вообще, а ведь на самом деле она не бред говорила, она говорила правду, то, что Иисуса Христа распяли, это дураку ясно, да, это всем известно вообще, это то, что Он умер за всех, любой православный прихожанин, который захожанин, сильное свидетельство, Дмитрий пишет, да, так и есть, и для меня это очень сильное свидетельство, для меня это очень сильное свидетельство, я имею таких вот, немало таких свидетельств, это одно из самых таких вот, как раз вот, меня коснувшихся очень сильно жизни, с самого начала моего священства, получается, да, свидетельство, оно мне очень сильно помогло впоследствии, это свидетельство, в 96-м году помогло мне выйти самому из РПЦ МП, и до 96-го года я не мог понять эту бабушку, я осуждал ее, в 96-м я перестал ее осуждать, я поступил так же, как она поступила, я вышел, но я не перешел в секту, то есть я не стал баптистом, там, или песятником, или кем-то еще, то есть я не перешел в другую конфессию, но я вышел из РПЦ МП, я перестал эту бабушку осуждать, я понял, что она была права, она была права, она уже давно померла, тогда же она и померла уже, она перед смертью буквально успела только лишь вот так вот узнать, что Иисус Христос, это не просто его распяли там злые евреи, вот, а он взял и на зло, взял и воскрес, и мы вот радуемся каждый год, плачем каждый год, храня Иисуса, и радуемся его воскресению светлому, а что он умер за меня лично, лично ради меня, и он лично ради меня воскрес, для моего оправдания, моего личного оправдания, и я оправдан, я прощен, и та бабушка насветилась прощением этим, она шла, улыбалась, потому что я помнил ее тогда, вот, 88-89 год, она была такая, знаете, как будто ее опухом пришибли, вот такая была вот, да, божий одуванчик, но одуванчик такой, знаете, уже такой поникший уже, на своей волне, так она вот, как бы так вот, тем более она уже, ну, понятно, уже так, особенно никому не нужна была, да, она старалась, она служила до последнего, она там костми легла бы в храме бы, там и померла бы она бы, она всю жизнь посвятила Господу, она любила Господа по-своему, она служила Богу всю жизнь свою, постами, молитвами, замуж так и не вышла, полностью посвятила себя Богу, но она не знала то, что действительно, она полностью прощена, но когда она узнала уже перед смертью уже, она светилась радостью, и я вспоминаю ее, нашу ту последнюю встречу, там на автостанции подсолнечной, той самой, в Солнечногорске, она как солнышко ходила просто, вот действительно, как солнышко, ой, а я чернее тучи стоял, и чем ближе это солнышко ко мне приближалось, тем я больше чернел, я так понимаю, потому что я весь осуждал ее, думаю, надо же, какой бред, думаю, такая женщина вот всю жизнь в храме служила, и точно дьявол, думаю, вот, если можно, даже избранных хочет похитить, и вот, думаю, удалось ему овечку увезти козлищем этим окаянным, короче, до 96-го года я не мог понять ее никак, я не думал специально о ней так, но когда вспоминал, то, думаю, бред, думаю, какой-то вообще, а здесь, в 96-м, я это осознал, что она была как раз права, я был неправ, я не понимал просто, она была права, она была права, и, друзья, религия, она закабаляет, любая, протестантская, православная, католическая, любая закабаляет человека, а Иисус освобождает, Иисус освобождает, и Иисус нужен всем, и баптистам, и православным, и писятникам, и католикам, и харизматам, и адвентистам, всем-всем-всем-всем-всем, и атеистам, и мусульманам, и сатанистам, и коммунистам, всем-всем-всем-всем, короче, всем людям на земле нужен Иисус, просто не все это знают, многие даже этого не знают, не понимают даже этого, Многие даже служат Богу и любят Бога по-своему, да, всю жизнь ревностно служат Богу, но не зная Иисуса Помните, я рассказывал как-то на тех эфирах про Чечена, брата, которому Иисус явился на горе И одна встреча с Иисусом изменила всю жизнь человека Из волка стал ягненком, агнцем стал Спасибо тебе Господь за все, спасибо, благодарю тебя Благодарю, благоставляю имя Твое, Господь Друзья, и совершайте причастие, я просто умоляю Достойно причащайтесь Божеского естества И Евхаристию совершайте достойно То есть достойно Бога понимать, что я полностью прощен Не думайте, что Бог простил только лишь частично ваши грехи Фрагментально как-то спас вас Условно спас Да, много всяких условий Библия полна всяких условий Полны-полно И условия такие, что голова распухнет У любого нормального человека Только на религиозную это все голову пойдет нормально На самом деле, Божья любовь безусловна Прощение его безусловно Адам, наш пра-пра-пра-пра-пра Много раз пра-пра-отец Поступив неправильно, ошибся Сапер ошибается, да Раз А потом Да Потом уже поздно пить боржоми И знаете И все потомство его Все Гомо-сапиенс Все люди разумные Да, все-все-все Несли на себе Больше или меньше Несли на себе Эту вину То, что не тот проводок Перерезал Наш отец Но самое интересное Иисус, Христос Называется новым Адамом Он тот проводок перерезал Он правильно сделал выбор Адам первый Сделал неправильный выбор Адам второй Сделал правильный выбор Хотя Тоже искушаем был Было еще как искушаем И даже он говорил Что, Господи Если возможно Пусть эта чаша пройдет мимо Что я? Козел отпущения Нет, он не козел отпущения Он был козел заклания Его ждала судьба Сразу обоих козлов Но В первую очередь Козла именно заклания Заклан был Действительно И кровь святая И он же и первосвященник Он же и жертва Вообще И кровь святая Иисуса Она омыла нас От всякого греха И сегодня Блаженно веровавшие Блаженно верующие Блаженно принимающие Это Осознающие Это Несчастные Те, кто этого не понимает Несчастные Те, кто Не ценят Крови Святой Иисуса Агнца Божьего Спасибо тебе, Господь За все Спасибо И сегодня я принимаю Причастие Отец С благодарностью К тебе За великую любовь И крест Даже Орудие казни Позора Смерти Ужаса Стало Знамением Спасения Стало Знаком Нашего прощения Знаком Любви Бога Спасибо тебе, Господь За все Спасибо Я принимаю Причастие Господь Боже Возьмите себе Хлебушка Отломите себе Кусочек Отрежьте Отломите Кусочек Хлебушка Себе Я Эту Восточную Лепешку Ломаю В эти дни Еще на Шаббат Купил Кусочек Хлебушка Возьмите Налейте себе Соку Если есть У вас сок Если нет Сока То просто Я Налил себе Приготовил Виноградный Сок Если нет То просто Налейте себе Просто воды И Поблагодарите Бога За жизнь Поблагодарите Господа За все Примите Его Божественную Любовь Примите Его Действительно Истинную Его любовь Спасибо Господь За все Благодарю Тебя Ты совершил Это искупление И Как сказано В Библии Он взял на себя Наши немощи Да Это Песней Является Действительно Да И вот И Сегодня Пою Пою И по новому По другому Новые куплетки Рождаются Благодарю Бога Конечно В вечности Мы будем Прославлять Бога Действительно Да Но еще на земле Здесь Наполняем Славословием Этим Фимиамом Молитв Благоуханием Молитв Наполняем Да Каждое Время Каждое Поколение Аллилуйя И наше Время Наши часы Эти Наши дни Наши годы Десятилетия Наши жизни Наполняются Фимиамом Молитв Да Господь Спасибо тебе Спасибо Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе Господь За все Кровь Христа Иисуса Кровь Христа Иисуса Иешуа А Мошия Тело Иисуса Христа Ты взял На себя Наши немощи И понес Наши болезни Ты Извязлен был За грехи Наши И мучим За беззакония За беззакония Наказание Мира Нашего Было На нем Ты взял на себя Мои Мои Немощи И ты взял на себя Наказание И понес Мои Болезни Ты Извязлен Был За грехи Мои И мучим За беззакония Наказание Мира Нашего Взял на себя Наказание Наказание Мое И всего Мира Ты Взял На себя Ранами Твоими Исцелен Я Нищетой Твоей Обогащен Я Кровушкой Твоей Омыт Навеки Ты Господь Спас Меня Взял Грехи Мои Господь На крест Ранами Твоими Исцелен Я Милостью Твоей Прощен Навеки Кровушкой Твоей Омыт Оправдан Мой Господь Ты Взял Грехи Мои Аллилуйя Да 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 Ранами Твоими Ранами Его Мы Исцелились Ранами Его Мы Исцелились Ранами Его Мы Оправдались Наш Господь Забрал Грехи Всех Нас Аллилуйя Святой Святой Слава Тебе Слава 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 Благодарю Тебя Господь Я Прощен Это Знак Прощения Аллилуйя Тело Христа Мы Смерть Господню Возвещаем Аллилуйя Мы Смерть Господню Возвещаем Как Радостную Весть Всему Миру Казалось бы Парадокс Смерть Самого Дорогого Самого Любимого Но мы Возвещаем Радостно Потому что Это Жизнь Для всех Нас Для каждого Из нас Ох Таким Героем Гордиться Да И мы Возвещаем Смерть Нашего Господа Как Величайшую Победу Героизм Исцеление Спасение Наше Оправдание Наше В крови Иисуса Спасибо Тебе За все Господь Спасибо Спасибо Ранами Твоими Исцелен Я Милостью Прощен Твоей Да Господь Кровью Твоей Омыт От всех Грехов Оправдан Навеки Спасибо Тебе Святой Спасибо Спасибо Господь Спасибо Ты взял На себя Мои Немощи И понес Мои Болезни Ты Извязлен Был За грехи Мои И мучим За беззакония Наказание Мира Нашего Было На тебе Наказание Мое И грех Был На тебе Взят Был Был Тобой Да Ты Взял На себя Мои Немощи И Понес Мои Болезни Ты Извязвлен Был За грехи Мои И мучим За Беззакония Наказание Мира Нашего Было На нем Наказание Всего Мира Нашего Было На нем Наказание Твое И мое Было На нем Наказание Всего Мира Нашего Было На нем Непрощение Наказание Грех Проклятие Мое Твое Было На нем Наказание Твое И мое Было На нем Осуждение Мое И твое Было На нем Нищета Твоя И моя Были На нем Все Уродство Этого Мира Зло Этого Мира Вся Несправедливость Этого Мира Была На нем Наказание Наказание Мира Нашего Было На нем Наказание Всего Мира Нашего Было На нем Наказание Твое И мое Было На нем Наказание Мира Нашего Было На нем Осуждение Мира Нашего Всего Мира Нашего Было На нем Ты взял На себя Мои Немощи И понес Мои Болезни Ты Извязлен Был За грехи Мои И Мучим За Беззакония Наказание Наказание Мира Нашего Было На нем Наказание Всего Мира Нашего Было На Нем Ранами Его Мы Исцелились Ранами Его Мы Исцелились Ранами Христа Мы Исцелились Он Забрал Грехи На крест Всех Нас Аллилуйя Аллилуйя Ранами Иисуса Исцелен Я Нищетой Его Обогащен Я Милостью Господней Я Прощен Мой Господь Забрал На крест Всех Да Грехи Всех Нас Проклятия Беззакония Да Ранами Твоими Исцелен Я Ранами Иисуса Исцелились Ранами Христа Мы Исцелились Ранами Иисуса Исцелились Да Он Вознес На крест Грехи Всех Нас Он Вознес На крест Грехи Всех Нас Бог Вознес На крест Грехи Всех Нас Ранами Иисуса Исцелились Ранами Христа Мы Исцелились Ранами Иисуса Исцелились Он Вознес На крест Грехи Всех Нас Ранами Иисуса Исцелились Ранами Христа Мы Исцелились Ранами Иисуса Исцелились Он Вознес На крест Грехи Всех Нас Ранами Иисуса Исцелен Я Ранами Христа Освобожден Я Ранами Иисуса Исцелен Я Он Вознес На крест Грехи Мои Ранами Иисуса Исцелен Я Ранами Христа Освобожден Я Ранами Иисуса Исцелен Я Он Вознес На крест Грехи Мои Он Вознес На крест Грехи Мои Бог Вознес На крест Грехи Твои Ранами Иисуса Исцелен Ты Ранами Христа Спасен Навеки Ранами Иисуса Исцелен Я Забрал На крест Грехи Твои Грехи Твои Грехи Мои Грехи Всех Нас Взял На крест Аллилуйя Ранами Иисуса Иисуса Исцелен Я Ранами Христа Спасен Навеки Аллилуйя Ранами Иисуса Исцелен Я Мой Господь Забрал Грехи Мои Он Вознес На крест Грехи Твои Он Вознес На крест Грехи Мои Ранами Иисуса Исцелен Я Ранами Христа Спасен Навеки Ранами Иисуса Исцелен Я Он Вознес На крест Грехи Мои Ранами Иисуса Исцелен Я Ранами Христа Спасен Навеки Ранами Иисуса Исцелен Я Он Вознес На крест Грехи Мои Он Вознес На крест Грехи Мои Аллилуйя Он Вознес На крест Грехи Твои Он Вознес На крест Грехи Всех Нас Аллилуйя Аллилуйя Ты взял На себя Мои Немощи И Понес Мои Болезни Ты Извязвлен Был За грехи Мои И Муч За Беззакония Наказание Мира Нашего Было На нем Наказание Всего Мира Нашего Было На нем Наказание Твое И Мое Было На Нем Ты Взял На себя Мои Немощи И Понес Мои Болезни Ты Извязвлен Был За Грехи Мои И Муч За Беззакония Наказание Мира Нашего Было На Нем Беззакония Мира Нашего Было На Нем Беззакония Всего Мира Нашего Было На Нем Беззакония Беззакония Всего Мира Нашего Было На Нем Ранами Его Мы Исцелились Ранами Христа Мы Исцелились Ранами Исуса Исцелились Он Вознес На Крест Грехи Всех Нас Ранами Исуса Исцелились Мы Ранами Исуса Христа Освободились Ранами Ранами Исуса Исцелились Он Вознес На Крест Грехи Всех Нас Ранами Исуса Исцелились Ранами Христа Мы Освободились Ранами Исуса Исцелились Ранами Он Вознес На Крест Грехи всех нас, ранами Иисуса исцелились, ранами Христа мы освободились, ранами Иисуса исцелились. Он вознес на крест грехи всех нас, Он вознес на крест грехи Мои, Бог вознес на крест грехи Твои. Доказательство спасения нашего, кровь и тело Христа, Агнца, непорочного, закланного. Ты взял на себя мои немощи И понес мои болезни. Ты извязвлен был за грехи Мои, И мучен за беззаконие. Наказание всего мира нашего Было на нем. 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 Наказание Твое и мое Было на нем. Оно уже было на нем. Он взял на себя наши немощи И понес наши болезни. Он извязвлен был за грехи Мои, И мучен за беззаконие. Наказание мира Нашего Было на нем. Наказание всего мира Нашего Было на нем. Наказание всего мира Нашего Было на нем. Он вознес на крест Грехи Мои. Ранами Иисуса Исцелен я, Кровушкой Христовой освобожден я. Ранами Иисуса благословлен я. Он забрал на крест грехи мои Ты забрал на крест грехи мои Ты простил навек меня, Христос Иисус мой Царь, мой Бог, мой Герой Мой брат, мой друг навек, Христос Ты мое все, Ты наше все Ты взял на себя наши немощи И понес наши болезни Спасибо Тело Христа принимаю Кровь Христа С великой несказанной радостью Спасибо, спасибо Счастливы те, кто говорят тебе да Кто соглашаются с твоим планом спасения Это такое счастье Это такая радость Это не христианство Это Ты, Христос Спасибо Тебе Христианство за меня на кресте не страдало А Христос за меня на кресте пострадал Поэтому для меня христианство это сам Христос И для меня Христос и есть христианство Все Все остальное так Религия Богословие Традиция Культура Которая Ничего не стоит Фактически вообще Грош Цена Все Христос И при том распятый Распятая любовь Которая Действительно Настоящая Которая Правдашная Не по наружку По правдушному Спасибо Тебе Господь Спасибо Которая реальна По сравнению с ней Все остальное виртуально А это реально Это правда Все остальное Аватары А это настоящее Спасибо Тебе Господь Все остальное матрица А это настоящее Выход из матрицы Кровь и тело Христа Иисуса Господа Спасителя моего Спасибо Тебе за все Выходим из матрицы Прямо сейчас Кровь Христа И тело Христа Аминь 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 Да Да Иисус Да 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 Кровь Христа Вход в настоящую реальность Выход из матрицы Вход в настоящую Из виртуальной В настоящую реальность Реальность Бога Реальность Духа Святаго Реальность Любви Реальность настоящего Правдушного Истинного Лехаим За жизнь всего мира Ты отдал свою жизнь Слава Тебе Слава 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 Уже два тысячелетия Совершается Великий Исход Из матрицы Этого мира Лежащего Возле Отрабатывающего Нас И выбрасывающего В настоящую реальность В настоящую реальность Неба Царства Твоего Жизни Вечной Слава Тебе Святой Господь Слава Бог Бог во Христе Примирил С Собою Весь мир Не вменяя Никому Ни греха Ни беззакония Ни порока Ничего Любовь Вот это Любовь Аминь 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 Спасибо Господь Вот это я понимаю Любовь Да Вот это Да Вот это Да По-настоящему Да Это правда Спасибо Тебе Святой Спасибо Спасибо за все Чем Могу Воздать Мой Господь За все Что дал Ты мне Да Только Воспевать Тебя Радоваться Воспевать Делиться Этой любовью Со всеми Спасибо Тебе Господь За все Спасибо Да Да Спасибо Спасибо Господь Он взял На себя Наши Немощи Пусть весь мир Услышит это Пусть весь мир Услышит эту песню Эти слова Слово Божьего Пусть это Слово Божье Услышат люди Миллионы людей Миллионы Миллионы Миллиона душ Даже самых Отчаянных душ Даже самых Опустошенных Даже самых Обескровленных Даже самых Несчастных Доведенных До ручки Хо 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 значит Да Да Хо 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 Ты взял На себя Мои немощи Хо И понес Мои болезни Ты Извязвлен был За грехи Мои И мучим За беззакония Наказание Мое И Твое Было На нем Наказание Всего мира Нашего Было На нем Наказание Ты взял на себя наши немощи и понёс наши болезни. Ты извязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие. Наказанье мира нашего было на нём. 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 Он взял на себя наши немощи и понёс наши болезни. Он извязвлен был за грехи наши и мучим. За беззаконие наказанье мира нашего было на нём. 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 Аллилуйя. Наказанье твоё и моё было на нём. Ранами Иисуса исцелён я. Ранами Христа освобождён я. Ранами Иисуса исцелён я. Он вознёс на крест грехи мои. Ранами Иисуса исцелён я. Ранами Христа обогащён я. Ранами Иисуса исцелён я. Милостью Господней я прощён. Аллилуйя. Он вознёс на крест грехи мои. Ранами Иисуса исцелён я. Ранами Христа прощён навеки. Ранами Иисуса освобождён я. Он вознёс на крест грехи мои. Ранами Иисуса исцелён я. Ранами Христа обогащён я. Ранами Христа освобождён я. Он вознёс на крест грехи мои. Ранами Иисуса исцелён я. Ранами Христа обогащён я. Ранами Христа освобождён я. Ранами Христа освобождён я. Он вознёс на крест грехи мои. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава тебе, Святой. Слава, 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 слава. Ты вознёс на крест грехи всех нас. Ты вознёс на крест грехи мои. Ранами Твоими исцелён я. Буду петь без конца об этом. Говорить об этом всем и вся. И не надо. Потому что это жизнь наша. Это оправдание наше. Это всё наше. Это ты. Спасибо тебе, Господь, дорогой. Спасибо, возлюбленный. Спасибо, прекрасный. Спасибо. Спасибо тебе, Святой. Спасибо, спасибо, спасибо. 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 Дети Божьи, дорогие, возлюбленные, любимые дети Бога, дочери, любящего Отца нашего, сыновья, Всевышнего, Всесильного, Творца нашего, Отца Небесного. Радость-то какая. Благоставляю вас. Благоставляю. Дети, живите в любви. Дети, живите в любви. Живите в любви. Пусть даже облачко сомнения. Пусть даже облачко, маленькое облачко на горизонте осуждения. Пусть даже облачко непрощения. Пусть даже облачко, оно не затмит никогда небосклон. Чистое небо над нами. Открыто небеса. Открыты небеса. Открыты небеса. Если для кого-то небо закрыто, если кто-то до сих пор еще ищет Бога, то это проблема вот здесь и здесь. Это не проблема неба, это проблема земли. Небо открыто. Небо отверсто. Путь открыт. Двери распахнуты. День открытых дверей уже два тысячелетия продолжается. И он не закончится никогда на этот день. Потому что Господь грядет и не в безмолвии. У него есть что сказать этому миру. Наш президент Машех. Да.